Девушки отдыхают Где находилась наследница империи Арасаки К счастью, служба безопасности Арасаки Под руководством самого Юриногу Арасаки Быстро напала на след похитителей И освободила Ханако Сама Остальное расскажу в машине Садись за руль Его будут везти по этой улице Подождем, пока они появятся И поедем за ними Хочу увидеть, как этот ублюдок Наконец отбросит копыта Почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью Постой, так Стивенсон будет не один? Меня об этом не предупреждали Остальных убивать не нужно Только его Кто с ним будет? Какое у них оружие? Это обычные люди Они не помешают, если мы покажем, что настроены серьезно А кто для тебя обычные люди? Корпораты, которые его вытащили Они мать родную продадут, лишь бы спасти свою шкуру Просто не стреляй в них Что тебе сделал этот парень? Это уже не твое дело Я хочу понять, во что ввязываюсь Стивенсон убил мою жену Его поймали, посадили, дали вышку Но этот Гондон нашел способ вернуться на свободу Но от меня он далеко не уйдет Ладно, давай тогда ждать Как тебя зовут? Ви Вот что я тебе скажу Ви Этот хер убил самого дорогого мне человека И я не смогу спокойно жить, если... Едут за ними, жми! Не отставай, его надо догнать Берегись! Не упусти его! Черт! Черт! Ах! Ах! Тормози, мать твою! Блядь, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе Я сам разнесу его на куски Я убью его Убью нахуй эту суку Полиция! Остановитесь! Лейтенант Паскес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! 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 Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять! Сострелишь парня, сделки не будет! Баскес! Стреляй! Ага! Давайте все друг друга перебьем! Да что ты говоришь? Твою мать! И что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов! Ты че блять творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай отсюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой! Что? Ольга, у нас тут проблема Серьезно? Хочешь взять меня с собой? Ты мне нужен! Ты со всем башней поехал? Еще одно слово и я звоню в студию! У меня неудачная попытка покушения! Не заставляй меня рушить твою карьеру! Да! Один труп! Никто! Я обещаю! Никто тебя и пальцем не посмеет тронуть! Скажем, я... Спасибо, выручил! Нанимаю тебя! Только без патрульных машин и без радио! Надо замять это дело! Ты серьезно, что ли? Это... Это просто какой-то пиздец! Я же просил, брось оружие! Люви! Надо было послушать! Я Джош Стивенсон! Ну, ничего бы не было! Ну, ты, наверное, это уже знаешь! Мы уезжаем! Ребята из-за частных даже разберутся! А как воля твоего... товарища? Билл Яблонский. Припоминаешь? Да. К сожалению. Научи нас так счастлять дни наши, чтобы обрести сердце мудрое! Стоп! Ты Ви? Я про тебя слышал? А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять, это исключено! Он слишком опасен! Я хочу предложить ему работу. Господи Иисусе! Аллилуйя! Началось хоть что-то интересное! Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись! Может скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами! Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень! Хорошо. Но тебя никто не спрашивает. Слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Ладно, допустим. Едем. Живей, мы опаздываем! Скажи, было в твоей жизни что-то такое, что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? Можно и так сказать. Да. Тогда ты должен понять, чего я пытаюсь добиться. 20 лет назад меня посадили за вооруженное нападение. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые завершил. А Ви? За что ты убил их? У меня был ствол. Они косо на меня смотрели. Я мог сделать так, чтобы они перестали. Я до сих пор вижу их лица перед тем, как... Время застыло. Боже, дай мне сил их не забыть. Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь. Просто хочу объяснить, что я собираюсь делать. Скажи, наконец, чего ты от меня хочешь? Останься до конца дня, и я заплачу, сколько тебе обещали за мое убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Я все еще не понимаю, что мне надо делать. Просто быть рядом и разговаривать со мной. Это все. А Ви... Почему? Тебе одиноко? Да, одиноко. Ты правда мне нужен. Только до конца этого дня? До конца этого дня. Если что-то пойдет не так, я уйду. Тебя не будут удерживать. Скоро будем у Глории Ляхмар. Подожди, мне надо приготовиться. Васкис, последи там за ними. Я лучше посижу в машине. Постарайся быстро. У нас плотный график. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Зулейха? Ты опоздал? Я нашел по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви? Это Зулейха. Ви, очень приятно. А, вы друг Джошуа? Скорее, новый знакомый. Мама еще не вернулась. Можем поговорить, пока ждем. Заходите. Вперед! Я подожду снаружи. Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь. Пить хотите? А можно воды? Конечно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Зулейха, сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями. Благодаря прощению. Это благодаря вам Джошуа уверовал? Да. Все началось с ее письма. Я потеряла, брат. Но Бог послал мне другого. Найт-сити истинно верующих раз-два и обчелся. Само провидение привело вас в мой дом. Мы встретились благодаря ему. Скажи мне, Ви, ты веришь в Бога? Ну, конечно, верю. Мы с Зулейхой недавно поспорили. И я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет. Вообще-то я на это не соглашалась. Я слушаю. Джошуа, он... Он считает, что он мессия. И хочет покончить с собой. Подожди, неправда. Я никогда не говорил, что я мессия. Самоубийство. Разве Бог может требовать этого? Это не самоубийство. Джош, объясни, о чем вообще речь. Когда журналисты узнали, что в тюрьме я обрел Бога, моя фотография появилась на всех первых страницах. Вирт-студия подхватила эту тему. Их представители предложили мне контракт. Кровопийцы. Меня ждал электрический стул. Но теперь моя смерть станет чем-то большим, чем законное убийство. Они хотят снять, как Джошуа распинают на кресте. Та же самая казнь, только с налетом таинства. А почему брейнданс? Чего ты добиваешься? Зулейха наставила меня на путь истинный. Настало время вернуть долг. Я хочу доказать, что любовь существует. Таким образом, чтобы это поняли все заблудшие души на нашей грешной земле. Любовь? Если есть безусловная любовь, значит, есть и Бог. И миру пришла пора, наконец, вспомнить о нем. Подумай о миллионах людей, подключенных к телевизионным кормушкам. О детях, которые живут среди банд. Разве они знают любовь? Шлюхи на Чпок-стрит, обколовшиеся корпораты в офисах, бандиты на улицах. Они знают любовь? Я хочу достучаться до всех и каждого. И даже до наемных убийц, таких, как ты, Ви. Знаешь ли ты, что такое любовь? Ответь. Мама вернулась. Джошуа Стивенсон. Снова ты. А это кто? Меня зовут Ви. Уходите. Вас сюда не звали. Миссис Эляхмар, я приехал просить у вас прощения. Ты... Ты убил моего сына. Я никогда тебе этого не прощу. Я искренне жалею, что причинил вам боль. Вон из моего дома. Быстро. Да уйти же ты. Убирайтесь сейчас же. Нам лучше уйти. Серьезно. Миссис Эляхмар, пожалуйста. Убийца. Ничего, просто уходите. Ты забрал у меня Рубена. Моё дитя. Моего сына. Давай вернёмся в машину. Моё дитя. Всё. Прошу. Всё. Пойдём. Продолжение следует... Продолжение следует... Надо где-нибудь перекусить. Ее можно понять. Я бы тоже не простил убийцу своего сына. Стивенсен, мы все знали, чем это кончится. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ты что, на самом деле этого хочешь? Чтобы тебя прибили к кресту? Хочу. Я должен это сделать. Если это не потрясет мир до самых основ, то он уже никогда не проснется от кошмара. Возьми Стивенсена и найдите нам столик. Хочу поболтать с нашим попутчиком. Погоди секунду. Нам надо поговорить. Ну, что думаешь про нашу восходящую звезду брейнданса? Мне кажется, он истинно верующий человек. Истинно ебанутый ты хотел сказать. Но я не об этом. Если он псих, зачем ты тогда с ним носишься? Есть в Стивенсе не то, что в наше время редко встречается, а потому высоко ценится. Штука такая есть. Искренность. Он настоящий, понимаешь? У него вместо мозга уже собачье дерьмо. Зато он искренне верит в то, что говорит. Мне почему-то кажется, он не такой безумный, как ты говоришь. Ну, слушай, ты же не психиатр, и я не психиатр. Нам за другое платят. Для моей студии Джошуа Стивенсон это настоящая золотая жила. А как, прости, это касается меня? Ты пудришь ему мозги, задаешь неудобные вопросы, понимаешь? Из-за тебя он начинает сомневаться, а я рискую потерять инвестиции. Поэтому я заплачу тебе вдвое больше, чем он обещал, а ты просто уйдешь. Не соглашайся, Ви. Думаю, что нет. Мне кажется, ты просто не понял, что я тебе предлагаю. Все, я уже прекрасно понял. Давай пошли. Неплохо для средненького наемника. Джошуа слишком хороший для нас с тобой. Да ладно. Два грешника. Хорошая компания для Христа и за Рою. Вор и террорист. Класс. Я навидал за таких коктейлей. Про Иисуса мне можешь не рассказывать. Если вдруг захочешь свалить, я тебя просто пристрелю, как собаку. Тебе платят не за то, чтобы ты болтал, Васкес. Какой Васкес упертый мужик? Даже для копа. Он раб привычек. Как и многие другие. Васкес. Он же коп до мозга костей. Да он родился с полицейским значком. У тебя на него серьезный компромат. Больше половины акций студии у корпорации. В отличие от тебя, у Васкеса хватает ума, чтобы не наживать себя влиятельных врагов. Расскажите мне еще про этот брейнданс. В чем там задумка? Мы решили назвать его максимально просто. Страсть. Это будет вирт нового поколения. В смысле? Стивенсона отпустили ненадолго. Поэтому непосредственно с ним мы будем снимать только финал. Все остальные сцены доделаем дублерами и заполним материалами из банка эмоций. От Стивенсона не отличишь. До чего техника дошла? А то. Мы же части Биэм. Знаешь, сколько они вкладывают в технологии? Еще пара лет, и актеры будут не нужны. Наконец-то. А зачем вам Джош? Он как будто вообще не нужен. Муки сына человеческого. Пока что не получается имитировать нулями и единицами. А сценаристы как-то учитывали твое мнение? Он заставил их взять за основу Евангелие от Луки. Они сначала ориентировались на Евангелие от Иоанна. Это, наверное, было важно для... У Иоанна все слишком грубо и преувеличено. Мне больше нравится, как пишет Лука. Тем более, у него Иисус готов к тому, что его ждет. Я хочу, чтобы мир это увидел и почувствовал. И что самое главное в этом видении? Что Христос милосерден и по-прежнему умирает за грехи этого мира. Все, хватит болтать. Не отвлекай Стивенсона. Ему надо сосредоточиться. Расслабься, Рейчел. Кстати, я же ничего о тебе не знаю. Как ты проводишь свободное время? Что помогает тебе отдохнуть? Не твое собачье дело. Мне правда интересно узнать? Я медитирую. Круто, что тебе это помогает. Душевный покой-то важно. Я согласен. На настоящий покой душа может обрести только во Христе. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты как-будто отказываешься признать, что духовность — это всегда что-то личное. А ты? Ты нахуя сюда пришел? Пожрать на халяву? Я тебе скажу, нахуя. Все! Мне поебать на твои объяснения! Мне уже блевать хочется от вашей болтовни. О милосердии, спасении, перерождении. Я тебе так скажу, религия — это манипуляция сознания, как и кинематограф. Рейчел! Все, хватит. Разговор окончен. Доедай быстрее, мы отвезем тебя в студию. А ты можешь катиться на все четыре стороны. Деньги тебе переведу. Что ж, пока не. Очень приятно было познакомиться. Класс! Да ты прекрасный собеседник. Что думаешь обо всем этом? Да че тут думать? Парень ебнутый на всю башку. А корпораты на нем паразитируют. Какая разница? Зато он получил шанс исправить свои ошибки. Мы, конечно, можем сейчас по философствовать. Но что это изменит? Корпорации не перестанут наживаться на таких блаженых. А люди мечтать о несбыточном. Погоди-ка, а куда делся твой мятежный дух, Джонни? Да при чем тут я? Да. Настоящий мятежный дух в этом парне. Определись уже. Он по-твоему псих или мессия? Он ебанутый. Мир ебанутый. Ты тоже ебанутый. Потому что в твоей голове сижу ебанутый я. Если хочешь спасать человечество, в первую очередь надо быть ебанутым. Как думаешь, Бог есть? Блядь, что за вопрос? Ты серьезно? Конечно. Это же важно. Что именно? Я понимаю, не каждый день восстаешь из мертвых. Неужели это сподвигло тебя задуматься о спасении моей души? Оставшиеся десять процентов офицерский состав. Именно их обязанности приметь для себя и свою сбачку. Но ты же признаешь, что я умер и воскрес. Ну и что же это было? Чудо? Кто ты у нас теперь? Мессия? Феникс? Или человекоподобный боевой робот? Я не в курсе, что это было. И ты, кстати, тоже. Я-то как раз в курсе. Тебе воскресила крутая технология одной корпы. Если среди нас и есть мессия, я тебе скажу, кто это. Сабуро Арасака. Если бы ты его встретил, хлопнул бы на месте. Видишь, насколько мы с тобой отличаемся? Ты падаешь перед богами на колени. А я вгоняю им пулю между глаз. Вообще-то это странно. То есть ты не думаешь про свою оцифрованную личность, про последствия? Ты же мертв, да? Или жив, пока не сотрут твою последнюю цифровую копию? Хочешь знать, попаду ли я на цифровые небеса? Скорее уж, цифровой ад. Ну, в общем, да. Если есть жизнь после смерти, значит, Сильверхенд уже на том свете, и я разговариваю с его голографическим призраком. Представь себе, я об этом не думаю. Мне абсолютно насрать. Я тот, кто я есть. Нет ада, нет рая. Есть просто цифровая копия сознания. Сюрприз. Странный был день, да? Даже немного жаль. Возвращаться к реальности. Пошли, пора что-нибудь разъебать. Промантикор 16, new flavors, и... Микс это уп! Адabo. Возвращаться к минимуму. Возвращаться к Продолжение следует... 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 Это когда-нибудь кончится? Это кто-то меня, дейбал. А ну, куме! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...